добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о политической свободе и о праве выбора правителя и так церковь это пример теократии которой она не является когда мы говорим о нашем праве выбирать правителя даже когда речь идет о царстве небесном о царстве божьем то каждый гражданин царства перед тем как он войдет в это царство становится перед неизбежным выбором принимаешь ли ты своего царя абсолютно и навсегда как господа как владельца как монарха с абсолютной властью и когда мы крестимся мы произносим эту фразу я принимаю иисуса как своего господа господина и спасителя соответственно вот этот момент выбора происходит и когда мы подходим к заветным отношениям со христом то мы понимаем что на данный момент мы делаем выбор который будет реализован реализовываться всю нашу жизнь с этого момента и навсегда иисус становится нашим царем когда же мы говорим о политической власти монархических системах то у нас есть право выбирать в любом случае допустим мы не выбираем царя или короля но мы имеем право в случае нашего несогласия жить под данным видом правления просто эмигрировать и здесь вспоминается северная корея где люди не обладают правом выбора вообще его даже не фальсифицирует то есть человек не может просто взять и выехать из собственной страны он не согласен с тем как здесь живут люди не согласен с тем что над ним данный тип он не согласен с какими-то другими вещами и он не может никаким образом это изменить потому что ему запрещено уезжать и так право выбора в системе где выборов нет реализуется путем простой эмиграции если вас не устраивает монархия в которой вы живете вы вправе уйти и это право никто не может у нас отнять даже бог приняв нас во христе сделано в гражданами царства не казнит людей которые впоследствии